Здравствуйте! С вами рубрика «Создай настроение». Многие хозяйки в приготовлении блюд используют яйца. Скорлупки, как правило, выбрасываются, но я решила их использовать в творчестве. И сегодня я вам покажу, как это можно сделать. Для картин, которые я делаю, нужно использовать только белые яйца. То есть скорлупочки, которые у вас остаются после приготовления блюд, вы промываете. Пленочки с внутренней стороны убираются, сушатся. И затем раскрашиваются нужные вам цвета акриловой или темперной краской. Берем чистенькую скорлупочку, акриловую или темперную краску, какую-то водостойкую. И раскрашиваем скорлупку в данный цвет. Скорлупка у нас выкрашена. Оставляем ее на полчаса для высыхания. То есть скорлупочка готова уже к работе. Будет через полчаса. Ну вот скорлупка высохла у нас. И теперь мы ее можем уже применять к работе. То есть берем, отламываем кусочек небольшой. И вот так вот на ладошке мы ломаем на мелкие крошечки. Для работы нам понадобится плотный картон или досочка ДСП, кусочек. То есть формат, который вы выбираете для картины. На нем наносится рисунок, который вы выбрали. Можно это сделать либо карандашом, либо через копирку, если кто-то не умеет рисовать. Мы сегодня будем делать бабочку. Далее нам нужен будет клей ПВА обычный. И зубочистка, которую мы будем брать скорлупочки. И начинаем приклеивать маленькими капельками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, наша бабочка уже готова. То есть полосками такими у нас получилась яркая. Фон для бабочки можно выбрать любой. Можно либо раскрасить теми же акриловыми красками, либо выложить этот фон тоже в скорлупе. Теперь, прежде чем выбросить мусор, внимательно посмотрите на него. Может быть, вы и вы тоже сможете сделать из него что-то прекрасное. Я желаю вам доброго утра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова